Ну вот я, например, спросил у одного из релизов чат GPT, они пишут, что это четверка, ну плюс там некий 5.1, да, что такое там халяль туризм в светском государстве. Ну еще напишу, например, что такое халяль туризм в неисламской стране, да, немножечко изменю. Посмотрим, насколько он будет отвечать четко. Вот одна из особенностей именно вот этого релиза чат GPT, он пишет мне ответ кусками текста, да, ну иногда еще песочные часы показывает, да. Другой из чат GPT я покажу. Он замирает, готовит ответ, выдает его сразу целиком. Здесь особенностей, ну вот именно такие. Может быть это специально такой как бы движок, да, то есть выдает, либо он действительно показывает какие-то вот такие вот обрывки кванты времени на обработку, ну как бы то ни было. Вот эта версия, там за нее немножечко заплатили, там совсем копейки, да, она выдает более-менее интересные такие суждения и менее примитивные, да. Вот когда я спрашиваю в другой версии чата, да, вот соответственно на те же самые два вопроса ответил, ну скажем, более уклончиво, что ли, более примитивно, да. Ну вот разберем, что такое халяль-туризм в светском государстве, ответил, более примитивный вариант, бесплатный, да, вот. Так, халяль-туризм может быть предложен в светском государстве как специализированная форма туризма, которая соответствует потребностям мусульманских путешественников. В этом случае, ну в принципе не поспоришь, да. В этом случае гостиницы, рестораны, другие услуги должны соответствовать исламским принципам, чтобы привлечь мусульманских туристов. Очевидно. Однако в светском государстве также могут быть предложены услуги, которые не соответствуют исламским принципам. Поэтому туристы должны быть внимательны и выбирать только те услуги, которые соответствуют их религиозным убеждениям. Ну, в принципе, да. Так, на примерно тот же самый вопрос, только не исламская страна, а светское государство для него, ну как бы, разные вещи, да. Хотя по ответам видно, что в какой-то степени синонима, да, повторяющийся. Халяль-туризм не исламской стране, тоже специализированная форма туризма, которая соответствует потребностям мусульманских путешественников. То есть явно алгоритм один, да. То есть мысль одна и та же. В этом случае гостиница, ля-ля-ля, однако, ля-ля-ля. Вот, а уже более продвинутый, скажем так, да, вариант, он ответил уже более серьезно, скажем так, да. Так. Халяль-туризм в светском государстве, вид туризма ориентирован на мусульманских туристов с учетом их религиозных культурных особенностей. Культурных еще особенностей, да. То есть каких-то национальных таких фишечек аутентичных. В светском государстве, где государственные власти и религии разделены, вот еще интересное, да. То есть он сразу дает нам определение еще и светского государства, да, что он под этим понимает. Халяль-туризм предлагает услуги и объекты соответствующие исламским нормам и правилам. Такие как халяльная еда, молитвенные комнаты, отсутствие алкоголя и раздельные зоны для мужчин и женщин на пляжах и бассейнах. Более серьезный, скажем так, и в теологическом плане, религиозно-нравственном, и в, ну скажем так, энциклопедическом, да. То есть немножко энциклопедических знаний. Цель халяль-туризма в светском государстве – привлечь мусульманских туристов. Сразу цели. Хотя я не спрашивал про цели халяль-туризма, да. То есть я просто спросил, что такое. Он сразу дал мне еще и цели. Предоставив им комфортное приживание и возможность соблюдать свои религиозные обязанности во время отдыха. Это также способствует разнообразию туристического рынка и экономическому росту страны. Так, посмотрим, что он ответил на что такое халяль-туризм в неисламской стране. Халяль-туризм в неисламской стране означает, что туристические услуги и объекты, предлагаемые в этой стране, соответствуют исламским принципам и правилам. Это может включать предоставление халяль-туризма, который соответствует исламским правилам и принципам. А в основном, извините меня, туристические услуги и объекты, предлагаемые в этой стране, не соответствуют в значительной степени, да, или вообще. Он может включать предоставление халяль-питания, раздельного помещения для мужчин и женщин в гостиницах, молитвенных комнатах и других услуг, которые позволяют мусульманским туристам соблюдать свои религиозные обязанности и обычаи во время путешествия. Халяль-туризм становится все более популярным, и многие неисламские страны стремятся привлечь мусульманских туристов, предлагая соответствующие услуги и удобства. Давай еще спросим, в каких немусульманских странах развит халяль-туризм? Кстати, можно ставить знак вопроса, а можно не ставить, но если учиться строить правильные запросы к любому поисковику, ну, конечно же, надо ставить знак вопроса, чтобы это был вопрос, да? Халяль-туризм развивается не только в мусульманских странах, но и в немусульманских странах, которые приветствуют мусульманских туристов и предлагают услуги, соответствующие их религиозным и культурным требованиям. Вот несколько немусульманских стран, где развит халяль-туризм. Япония Южная Корея Таиланд Сингапур Сингапур Астралия Великобритания Да, Великобритания интересна в этом плане страна. Мой друг долгое время там жил. Помимо довольно мощной диаспоры индусов, традиционно, Великобритания, действуя по принципу разделяя эластвы и управление своими колониями по принципам стравливания Великобритания национальных меньшинств и большинств по национальному, религиозному, этническому и другому принципу традиционно взращивает шиитов. Причем, ну как конфессию, противопоставляя им, их суннитам. Самой массовой части среди конфессий мусульман. Германия. Интересно. Давайте спросим то же самое у второго чат-бота, который я условно отнес к более примитивным. Вот он, кстати, пишет. Подождите немного, пока чат-бот обрабатывает ваш запрос и выдаст сразу результат. Ну вот, без особых пояснений, да? То есть, кратенько. Ля-ля-ля. Многие. Довольно уклончивые ответы. Ну, то есть, мы не будем больше его мучить. Мы будем использовать более серьезный чатик. Так, да. Так, хорошо. Напишем вопрос более такой четкий. Какие отели в немусульманских странах, да? Спрошу вот так. Какие отели в немусульманских странах предоставляют услуги размещения халяль-туристов? Вот так вот связочку поставлю. Он начнет сейчас перечислять. То есть, вот с точки зрения маркетинга, упрощения поиска, по сути, то же самое может выдать поисковик, если правильно сформулировать к нему запрос. Яндекс, Гугл, другие зависимости. Вон, пожалуйста, начал перечислять отели в Индонезии, в Испании один, в Риме. Один в Барселоне, один в Риме, один в Сингапуре. И Ритц, что интересно, Ритц Карлтон, сеть, довольно дорогущая, сеть. Шангрила, Софитель Бали, Теннамдарин в Бангкоке, в Берлине, в Нью-Йорке. В Лондоне, в Сиднее, в Торонто, в Канаде. Шангрила, Софитель Бали, Теннамдарин в Бангкоке, в Бангкоке, в Бангкоке, в Бангкоке. И курорты не мусульманских странах приспособлены вот так, для халяль, для халяль туристов. Ну, я еще и ответы под видео размещу тоже, да? Наверное, надо с данным видео заканчивать уже 13 минут. Сейчас он начнет перечислять курорты. Club Family Hotel Exclusive в Италии. Халяль Букинг, Испания. А, это онлайн-платформа, которая... Идти поищи отели и курорты там. Ситя Холанда, отель Марбелла или отель Софии Барселона. В Алании, в Турции. Какой-то делюкс. Тоже считается светской. Привлекает, может, и не мусульманских туристов. А это конкретно халяльный отель Франции. Халяль Букинг тоже предлагает. Марокко. Хотя Марокко некоторое время относилась к мусульманским государствам. Вот так, собственно говоря, может работать, да? С точки зрения упрощения поиска. Будете ли вы искать в поисковике? Или вы будете искать в GPT-чате? В чате с использованием технологии GPT. Алгоритмов обработки искусственного интеллекта в нейросетке. В принципе, ну, надо посмотреть, насколько корректно выдает поисковик. Ведь здесь же сразу копируешь и в удобоваримой информации, да? Фактически без форматирования, без разметки, без HTML-разметки страниц ты можешь сразу брать куски и вставлять в текст. В этом одно из удобств чата в том числе. Субтитры создавал DimaTorzok